1 сентября более 4 тысяч мариупольских первоклассников впервые пришли в школу. Многих из них привели их родители, дедушки и бабушки, но некоторые дети лишены такой возможности. 14 первоклассников, которые воспитываются в детском доме смешанного типа Центра опеки, на первый звонок в школу номер 36 повели педагоги-воспитатели. А в канун Дня Знаний в Центр опеки приехали гости, которых и воспитанник, и коллектив всегда ждут с радостью, которые всегда поддерживают и оказывают помощь. Красочные подарки, теплые слова от попечителей детского дома, шефов предприятий Эко-Лич Продукт, ООПТ, ПГТУ, благотворительных организаций Каритас и Красный Крест, представителей городского совета и управления образования. Юрий Тернавский, председатель правления группы предприятий Эко-Лич Продукт и ООПТ, всегда оказывает помощь данному детскому дому. И в этот раз шефы поздравили будущих первоклассников. Передали Центру опеки сертификат на закупку продуктов здорового питания торговой марки Азов Продукт. Ребят пригласили на экскурсию по молокозаводу с дегустацией продукции и подарили 100 билетов в кинотеатр Савона. Малыши и выпускники подготовили для школьников и гостей праздничный концерт. Многие из старших ребят продолжают учебу в колледжах и вузах, а некоторые получили достойную работу и успели завести семью, но продолжают поддерживать связь с детским домом. Юрий Тернавский поблагодарил всех педагогов детского дома и отметил важность попечителей в воспитательном процессе. И наша задача попечителей помогать вам, потому что праздник это не только 1 сентября. Опека нашим детям нужна, потому что часто нас осуждают, что очень много детям мы уделяем внимания, но самое главное мы не можем детям заменить их родителей. И потому задача попечителей, неравнодушных и присутствующих меценатам, чтобы они ежедневно, ежечасно воспитывали детей. Какими будут наши воспитанники, зависит только от нас. Что мы в них можем, то и получим. Редактор субтитров А.Семкин